КОМАРОВ Вы на канале Знай ТВ, и сегодня на обзоре у нас, пожалуй, самое смертоносное животное Африки – бегемот. Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем! КОМАРОВ Во многом благодаря мультфильмам, в нашем понимании, бегемот – это добрейшее животное, которое живет где-то в Африке, ведет тихий замкнутый образ жизни и питается травой, фруктами или растениями. Однако, далеко не все из этого правда. Бегемоты действительно обитают в Африке и населяют территории к югу от Сахары, располагаясь непосредственно на территории водоемов. Это просто огромные животные, масса которых иногда превышает 4 тонны, и бегемоты вместе с носорогами делят второе место самых крупных наземных животных планеты. И вряд ли вы спутаете бегемота с кем-то еще, ведь массивное туловище на коротких ногах и огромную голову животного трудно перепутать. Его голова, кстати, настолько большая и тяжелая, что она может весить до четверти от массы зверя. А ноги настолько короткие, что брюхо буквально касается земли. Какой-то странный зверь, наверное, скажете вы, который едва ли должен хоть как-то ходить, не говоря уже об опасности для других. Но как бы не так. Бегемоты – самые опасные животные на континенте, от которых каждый год погибает по разным данным от тысячи до трех тысяч человек. Да и мало кто из других животных рискнет приблизиться к их владениям. Главное оружие гиганта – пасть, которая открывается на угол до 150 градусов и сжимается с усилием до 120 килограммов на квадратный сантиметр. Это шире, чем у любого другого млекопитающего. Бегемоту ничего не стоит переломать кости зверю, который попадет в эти тиски. А с арбузами он расправляется так же легко, как и человек с виноградом. Но и это еще не все. Ведь в его пасти скрываются просто огромные клыки. Например, длина нижних может достигать 40 сантиметров, а вес каждого – трех килограммов. Они растут у бегемота всю жизнь и затачиваются друг от друга каждый раз, когда он закрывает пасть. А кроме того, бегемот вооружен резцами, нижние из которых напоминают кинжалы, и растут горизонтально до 15 сантиметров в длину. Так что оружие досталось травоядному грозное. Кстати, если бегемот утрачивает верхний клык, то нижний перестает затачиваться, растет постоянно и может достигать 60 и более сантиметров. Итак, с оружием разобрались. Давайте теперь посмотрим на его скорость. А здесь он может удивить абсолютно всех. Ведь несмотря на свои короткие ноги, этот танк способен разгоняться до 30 километров в час. Так что убежать от него вряд ли получится. Кроме того, это настоящий вездеход, который отлично перемещается по глубокой грязи и не повезет тому животному, который окажется у бегемота на пути. И он отлично плавает по воде. Точнее, перемещается, ведь плавать бегемоты не умеют. Они, можно сказать, просто бегут по дну, отталкиваясь от него ногами. Выглядит, конечно, это очень грациозно. Недаром древние греки называли их водными лошадьми. Но как бы то ни было, скорость перемещения бегемота в воде тоже впечатляет. Взрослый особь может находиться под водой до 10 минут и появиться перед вами буквально из ниоткуда. И ладно бы это были спокойные звери. Но нет, бегемоты – настоящие агрессоры, которые приходят в ярость буквально по любому поводу. И даже их видимая улыбка – чистая физиология. Все свободное время они думают только об одном – с кем бы подраться. Они дерутся за все. За территорию, за место в грязи и, конечно же, за дам. В обществе бегемотов все устроено так, что только один самец имеет право размножаться. И все самки в стаде – его гарем. А самцы – беспрекословно подчиняющиеся холостяки. Право быть вожаком стада достигается постоянными боями. И только 10% самцов-бегемотов обладают такой властью. Но иногда жажда собственной территории и желание получить хотя бы часть самок пересиливает страх, и противостояние начинается. Бегемоты сначала демонстрируют свою силу, широко открывая пасть. И если это не помогает, то схватку уже не остановить. Звери снова и снова сталкиваются друг с другом, обнажая острые клыки и пытаясь ранить противника резцами-кинжалами. Это очень опасная битва, ведь бегемоты могут получить тяжелые и даже смертельные ранения. Но никто не спешит сдаваться. В конце концов, победитель отстоял свое право вожака стада, а проигравший навсегда будет изгнан из него. Его ждет скитание одиночки, пока он еще раз не решит бросить вызов. А время для этого у бегемота довольно много, ведь они могут жить до 50 лет, хотя частые схватки сокращают этот период. Но любого, даже самого сильного альфа-самца, в конце концов, свергают с трона. И в этом есть еще одна, не совсем приятная сторона жизни бегемотов. Как у львов и горилл, новый вожак часто убивает детенышей от предыдущего самца, и помешать этому у матери обычно не получается. Бегемоты сражаются даже за место в грязи, особенно в сезон засухи. Как и у всех китообразных, у них очень мало шерсти, поэтому бегемоты проводят практически весь день в воде, чтобы скрываться от палящего солнца. Да-да, ближайшие родственники бегемотов – дельфины и киты, и у них был один общий предок. Поэтому вода и грязь для бегемота буквально на вес золота. Они полностью обмазываются грязью, которая эффективно защищает кожу от солнца. А во время засухи найти место в такой грязевой луже очень тяжело, а значит, надо кого-то выгнать. В таких схватках бегемоты часто заявляют права на территорию, разбрасывая свой помет при помощи короткого хвоста-вентилятора, делающего свое дело очень хорошо. Даже в зоопарке эти задиры не унимаются, и между бегемотами в разных вольерах могут проходить стычки. Забор совсем не останавливает гигантов, и кажется, будто бегемот хочет перелезть его и как следует надавать противнику, хотя корма у них достаточно. Что касается еды, то едят бегемоты не так много. Всего 50 килограммов травы в сутки нужно такому здоровяку, что составляет менее 1% массы тела. И тут дело в кишечнике, который может быть до 60 метров длиной, и с его помощью усваивается максимальное количество питательных веществ. Но в дикой природе бегемоты едят только по ночам. В это время не нужно защищаться от солнца, и можно уделить часов 5 своей трапезе. Хотя и здесь тоже кроется опасность, ведь и львиные прайды не дремлют. Они могут добыть себе молодого или одинокого бегемота, но взрослые особи им обычно не по зубам. Такой бегемот запросто может разогнать львиный прайд и занять место в воде. Что уж говорить, когда лев один. Он как котенок отбегает от воды при одном только виде бегемота. Даже 4 взрослых льва остановятся, когда дорогу переходит такой гигант. Однако иногда прайд решает напасть на бегемота, и тут уже все зависит от того, насколько далеко готовы пойти львы. Ведь кожа бегемота очень толстая, и ее тяжело прокусить. Да и повалить такую тушу будет очень непросто. А вот бегемот легко может одним укусом убить льва. Этой львице, конечно, очень сильно повезло. Буйволы. Тоже опасные соседи, и про них на канале уже есть ролик. Однако ни один бегемот не потерпит, когда на его территорию заходят посторонние. Он вылезает из воды и широко раскрывает огромную пасть. Ну а после он с открытой пастью носится по своему водоему, разгоняя африканских быков в разные стороны. Ну и, конечно, после этого нельзя не пометить территорию. При этом для человека бегемот абсолютно не делает исключений. Только ему стоит увидеть лодку с людьми, как он заныривает на дно и направляется на разборки. Если лодка будет небольшая, то велик риск перевернуться после такой атаки. Например, здесь только мастерство рулевого позволило избежать встречи с подводной торпедой. И часто такие атаки происходят абсолютно внезапно, ведь бегемоты могут надолго задерживать дыхание под водой. Причем даже плыть на большой скорости посередине широкой реки – это совсем не залог безопасности, ведь зверь очень коварный. Но бегемот так нагло ведет себя не только в воде. Достаточно просто подъехать к водоему, как альфа-самец тут же выйдет вас встречать. Да и на суше добреньким его тоже не назовешь. Часто от встречи с бегемотом страдают импалы, которые ищут спасение в воде от гиеновых собак и прочих хищников. Бегемот никого не потерпит у себя в водоеме и очень ревностно относится к непрошенным гостям, особенно если это мать с детенышем. Ведь ей приходится охранять потомство не только от вездесущих хищников, но и от слишком бойких членов своего стада. Поэтому она быстро добирается до застрявшей в грязи антилопы и хватает ее пастью. К сожалению, таков закон животного мира. Но самые нелюбимые соседи гиппопотамов это, конечно, крокодилы. Они вооружены острыми зубами, сильными челюстями и могут достигать длины более 4 метров. А еще они вместе с бегемотами обитают в одних и тех же водоемах, так что конфронтации не избежать. Вот это еще один похожий случай. Правда, здесь хватило даже двух бегемотов, чтобы освободить гну. Крокодил для бегемота всего лишь игрушка, за которой можно вот так просто ходить и покусывать пастью. Причем так делают даже совершенно молодые бегемотики, разгоняя этих любителей погреться на солнышке. И рептилии обычно без всякой агрессии пытаются уползти от этих бандитов. Ведь они знают, что получить увечья от таких встреч проще простого. Хотя есть кое-кто, кому бегемоты относятся очень добродушно. И они с удовольствием посещают такие салоны красоты. Ну и при хорошем настроении они могут покатать кого-нибудь на своей спине. Вот такой опасный на самом деле оказался этот неповоротливый с виду зверь. А я надеюсь вам понравился ролик и вы узнали про бегемота что-то новое. Тогда буду очень рад вашей оценке. Пишите в комментариях, кого еще вы хотите увидеть на обзоре. Подписывайтесь на канал и обязательно включайте оповещения. А я с вами прощаюсь ненадолго. Пока.